Даже Арнольд Шварценеггер начинал свою карьеру с порно. Хочу вам сегодня показать пятерку актеров, которые так или иначе участвовали в порноиндустрии. Погнали! Железный Арни в молодости снимался в специализированном немецком журнале для геев адвокат, причем работал с ним фотограф, для которого тематика издания была не только работой, но и жизненно важным увлечением. Переехав в США, актер поначалу снимался в фильмах для взрослых и даже принимал участие в конкурсе на самое большое мужское достоинство, но, увы, не прошел отборочный конкурс. Кстати, став знаменитым, Шварценеггер категорически отказывается от откровенных сцен. В фильмах с его участием их просто нет. Зато домашние видео в стиле клубничка, на которых он занимается любовью со своей бывшей женой, в семейных архивах актера врут-пу-ди. Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл. Ума Турман. Любимая актриса Квентина Тарантино порнографическому фильму обязана своей известностью. Зрители и критики заметили ее после того, как она сыграла главную роль в картине о писателе Генри Миллери. Лента избалована откровенными сценами, что заставило прокатчиков изначально вести ее в разряд порнографии. И сейчас на сеанс допускаются зрители, которые достигли 18-летнего возраста. Сильвестр Сталлоне. В послужном списке Сильвестр Сталлоне, наряду со знаменитыми картинами Рокки и Рэмбо, есть и порнографические фильмы. Допустим, вечеринка у Кэти и Стадо, или итальянский жеребец. Мужик, твоя работа. Класс. Дэми Мур. На съемочную площадку картины для взрослых ее, как и многих других актеров, привела нехватка денег. К сожалению, на кастинг, на обычный порнофильм Дэми тогда провалилась, поэтому ей пришлось согласиться на картину в стиле Сада Маза. Деньги, полученные за съемку, 10 тысяч долларов, девушка не прокутила. Сандра Буллок на съемку в порнографических фильмах толкнула нужда, зарплаты официантке не хватало на жизнь и учебу, и будущая звезда решила подзаработать, играя в жестком порно. Одно название этих лент, среди которых самыми безобидными были сладенькие губки, говорила само за себя. Начав сниматься в большом кино и получив первый серьезный гонорар, Сандра первым делом наняла целую армию частных детективов, чтобы они разыскали все существующие снимки и кассеты. Все, что удалось собрать, актриса сожгла на большом козле, который развела прямо во дворе своего дома. На этом все, если вам понравился такой формат, то почему бы не поставить пальцы вверх, подписаться на мой канал, если вы поставите пальцы вверх или подпишетесь, я это увижу, что вам нравится и продолжу снимать в таком стиле. Мне нужно побольше спать, правильно питаться, бросить курить и как можно меньше не...